знаю знаю поезд ушел я опоздала скоро новый год пахлаву готовлю прямо перед новым годом но пахлава очень вкусная сладость всегда можно ее готовить всегда можно иметь на столе это для меня называется быстрая пахлава опять если что-то готовлю с готовым тестом это быстро просто и легко надо понадобится готовое тесто слоеное тесто нет дрожжевое обычное слоеное тесто и поскольку тесто у меня очень тонкая я скалкой по тесту не пройдусь то есть не буду его скалкой не пройдусь окей на этом остановлюсь чтобы дальше не путаться но если у вас тесто очень толстая обязательно пройдитесь скалкой и противень у меня тоже очень большой я рекомендую брать тесто соответствующие вашему противень и то есть скала пройти пройтись настолько чтобы соответственно размеру противень очень трудно объяснила среднюю средний лист нужно испечь заранее это и делаю сейчас начну испекать потом продвинемся дальше перед тем чем успеть но испечь видите долго долго не общаюсь все путаю надо вилкой как бы такие так делать чтобы тесто не поднялось и чтобы тесто совсем не поднялось ничего не случилось нужно его испечь между двумя противнями поставлю еще нужно прикрыть пергаментом кстати духовку разогрела 200 градусов цельсиус и вот так поставлю буду печь 20 минут потом открою буду печь дальше надо испечь до полной готовности все справилась пока тесто печется будем готовить начинку а для начинки понадобится яйцо у меня 4 яйца потому что тесто маленькое 34 сантиметров длина 24 ширина если у вас тесто большое берите 5 или 6 яиц буду отделять белки от желтков еще понадобится конечно сахар будем делать обычное очень ароматное безе сахар понадобится меньше чем стакан сахара положу ванилин всегда употребляется с яйцом или с яйцами корица это будет гвоздика порошок гвоздики и кориандр кардамам 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 это по-русски кардамам кардамам можно и мускатный орех если есть грань грант порошок мускатного ореха ароматно пахнет и что же ну и конечно же ангуис то есть орехи грецкий орех я немножко поджарила в духовке 7 10 минут при температуре 180 градусов это тоже готово буду измельчать ну и конечно же мед какой пахлава или какая пахлава без меда стыдно даже значит мед пусть подождет в конце понадобится и крымов тартар по моему говорите это каменный порошок это стабилизатор для для безе чтобы не очень чтобы безе получился хороший вы уж сами скажите что стабилизатор как будет по-русски а то не ельки то есть значит так буду отделять белки от жилков жилки оставлю чтобы на пахлаву намазать а белки было разобью но не разобью размешаю чтобы получился безе и надо было бы обратно на белки сюда желтки сюда путаюсь сахар весь сахар сразу же добавлю не надо помил помалу добавлять еще стабилизатор чтобы не перебились чтобы белки не перебились не переборщили на 3 четверть чайной ложки я всегда на глаз добавляю ванилин тоже туда добавлю и буду бить пока образуется крепкая красивая безе а в это время не надо просто стоять и окать нужно измельчить орехи и кардамон тоже порошок сделаю наверное 3 карты 3 семечки кардамон не знаю как называется как сказать что это попить по армянски все это сделаю приготовлю тесто будет почти готово почти 15 минут проверила края уже подрумянились хотите чтобы полностью все испеклось еще пять минут и готовим безе безе то есть уже готово очень хороший безе получился детям понравилось уже на вкус пока они будут пробовать дальше пользуясь случаем можно безе приправить то может быть приправить но ароматы добавлять добавляю кардамон кончиком ножа или одна четверть чайной ложки кари но это гвоздика гвоздику тоже добавлю очень хороший вкус безе когда гвоздика там и корицу тоже на вкус положила все больше ничего не нужно сейчас легко как бы с патчулой перемешаю и добавлю орехи измельченные орехи пахлова готова все у меня здесь два стакана может быть 400-450 граммов орехов сколько любите столько и положите чем больше тем вкуснее тем полезнее начинка тоже готова ждем пока тесто испечется и покажу дальше и на вкус можно попробовать кончиком пальцем да манкан Тесто готово, среднее тесто, середина готова, нужно обязательно отстудить. Сейчас пока это отстуживается, приготовлю остальное. Начинку нужно разделить на две равномерные части и очень рекомендую употребить или немножко масла, что-нибудь, чтобы не подлипло, не липло, да? Тесто. Первое тесто. У меня масло кокосовое, какое у вас есть, то и употребите. Сейчас это положу быстренько на мой... Это глаз пайрекс, стеклянный противень, можно сказать, не знаю, как называется. Это готово. Первую часть сюда на первый лист намажу. Сейчас быстренько сделаю. Средний лист пойдет. Это такая легкая выпечка, можно сказать, да, легкая выпечка, что можно даже за несколько часов для прибытия гостей приготовить. Так что я не очень уж опоздала из поезда. Но чувствую себя не очень хорошо, что не успеваю вовремя здесь тоже появляться. Но обещаю, в следующем году буду очень-очень часто к вам в гости приходить. Так что держитесь. Держитесь. И последний лист пойдет последним. Так вкусно уже пахнет этот уже испеченный лист. Корица, гвоздика. Чуешь пахлаву? Хм-хм-хм! Хотю, чтобы ровно было. И посылки пойдем. И, конечно же, жилки намажу. Можете в жилке немножко молока добавить. Можете и не добавлять. Ничего не случится. чтобы как бы разбить, да, эту желтковую, желтковый вкус. Сейчас ровно положу. И главное, чтобы разрезали хохлову ровно. Ну, важно, чтобы было ровно, чтобы всем досталось по ровному кусочку. Сейчас уравню, добавлю и руками можно распространить или намазать, распространить. Слово вспомнила, думала к месту и сказала, но намазать правильнее, да? Салфетку намочила, чтобы чисто резалось, да? И сначала резать не надо. Нужно как бы измерить, чтобы все ровно было. Так очень толстые получаются. Хотим, чтобы нежные кусочки были, да? Вот так лучше. Окей. И буду резать осторожно и ровно. И через каждого разреза чищу нож вот так вот, чтобы чисто было, да? Чищу, чтобы чисто было. Солнце вышло, и людям жарко-жарко. Режу до конца, кстати. Ну и пахлаву будем резать по... Как режут пахлаву. Даймонд, как бы. Как это шейп по-русски назвать? Не знаю, даймонд шейп. Можно пальцем подержать, чтобы ровно все было. Кажется, ровно получилось. Если туда-сюда, не волнуйтесь, ничего не случится. И раньше я орехами, да, орехами, как бы, да, дизайн делала. Но сейчас вижу, это уже в моде. А я в моде соблюдаю, моду не соблюдаю. Сделаем из алмонд, да? Как алмонд? Миндаль. Миндаль поставлю. И миндаль нежнее, да? Орех все закрывает, как бы, пахлаву. Потом орех, по-моему, очень большой, да, по размеру. И закрывает. И если орех положить, нужно и пахлаву кусочки тоже большие делать. А не хотите большие кусочки? Чтобы все успели пробовать. Там, то, что есть на новогоднем столе. Салат-малат. Буду печь при температуре 180 градусов 35 или 38 минут. Пока все, да, подрумянится, подрумянится. Ммм. О, сделаем. Сделаем, он хочет пиксинг-бланкет. Очень хороший, новогодний, быстрый аппетайзер или закуска. Пиксинг-бланкет. Испеку, вернусь. Обещаю. Ммм. Испекла почти 42 минуты. У всех духовка разная. Может быть 40 минут, 45 минут. Прежде чем разлить медом, нужно еще раз порезать, чтобы мед спитался, да, или впитывался лучше. А в это время, пока хохлова отстаивался, положила мед в горячую, но не кипяченую воду. Говорят, сейчас кипяченый мед вреден для здоровья, поэтому кипятить не надо. Можно немножко утопить. Нет, не утопить. Можно немножко потопить. Встопить. Окей, вы меня исправьте, пожалуйста. Всегда новые слова вспоминаю, вдумываю. Сейчас немножко порежу и разлю медом. Чем больше, тем вкуснее. Почти стакан меда понадобится. Стакан или немножко побольше стакана. И пахлова будет готова. Ну и, конечно, чтобы хорошо распространилось, ровно, да, вот так можно убаюкать пахлаву. Готово. Сейчас кусочек попробую. Только для вас. Специально для вас. Еще немножко тепловато. Не советую очень горячую пахлаву. Но, знаете, это ваша пахлава. Хотите горячую, попробуйте. Хотите, подождете нормально, по-человечески. Попробуйте. Посмотрите. Еще мед. Меда положу сейчас немножко. Очень вкусно, когда меда много. Меда и орехов много. Очень вкусно. Немножко горячо. Все. Рецепт напишу у себя в блоге herene.com Ссылку поставлю внизу. Посмотрите. Попробуйте. С Новым годом поздравлять пока не буду. Надеюсь, успею еще раз встретиться. Так что берегите себя. Не утруждайтесь. Много, много чего не готовьте, не варите, не пеките. Все равно год получится обильным. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь. Ну и, конечно же, оставайтесь с моим каналом. Пока я на ютубе. Вот сказала еще одну умную вещь. И, конечно же, мед. Мед всегда хорошо, неплохо. Субтитры сделал DimaTorzok